Воскресенье, 8 утра. Мы ждем своего Шинкайсена, то есть скоростного поезда, как вот тот, который сейчас только что промчался, чтобы поехать на нем дальше, на юг, в Хиросиму. Чтобы доехать до Хиросимы, нам нужно сделать две пересадки. С одного Шинкайсена на другой в Шицуоки, в Осаку, или в Осаку, и в Осаке, в Хиросиму. В Хиросиме мы будем где-то около двух часов дня, поэтому сегодня там много еще чего успеем. Наш поезд придет где-то минут через 10. Погода опять немного испортилась, все затянуло, снова идет дождь, но в общем, в дорогу это нормально, а дальше обещают почти целую неделю и солнца, и переменной облачности, так что все будет хорошо. Вот и наш поезд. Мы сидим в самом последнем шестнадцатом вагоне. У меня в окошечко. У меня в окошечко. У меня в окошечко. У меня в окошечко. Чего это, друг? А то, что мы надеемся неем. Ну да. У меня в окошечко. Я в окошечко. Я в окошечко. Спасибо. 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 Скорость, если не ошибаюсь, около 300 км в час у него. Где она? Машинка из себя. Я просто помню. Не 700, 600. 300, 300. 300 км в час у него. 300 км в час у него. Я говорю около 300, а у тебя 700 в час. Волков любят себя переиначивать. Что бы им они говорили. Либо лучше плохо чистят. Да и не тебе говорят. Я со зрителями общаюсь. Когда проносится мимо такой поезд, то разглядеть невозможно вообще ничего. Просто размытое пятно какое-то. Здесь тоже хорошо видно, что очень плотная застройка и очень плотно люди живут в Эстонии. Стоит сказать, что в Эстонии, в Японии конечно же, очень плотно живут. Если сравнивать с Россией, то несмотря на то, что в Японии территорий гораздо меньше в разы, то население ее, оно почти такое же как в России. Больше 100 миллионов, по-моему. Если я не ошибаюсь. А в России, по-моему, 140, да? А здесь, что ли, 120, я точно не помню. Посмотрите, в Википедии если. Или 130. Не больше, чем в России. Меньше, чем в России. Так что не стоит воспринимать Японию как маленькую страну. А по территории на сравнении с Германией. Просто вся островная очень. Центр острова Хансю достаточно индустриальный. Здесь везде какие-то заводы. Сооружения всякие. Трубы торчат. Идет дым. То есть, выглядит это все примерно как такая романтическая советская картинка. Очень рабочий центр у самого большого острова Японии. Вот наша первая остановка и первая пересадка в Шидзиоке. Отсюда сейчас возьмем поезд уже на Осаку. Трендент если даст Comodapєр. Трендент пересадки. Там подождется атом. И н quoting Браун Libre. А呢 10, WiFi L», Ратминяевнаторская, Теперь отправляемся до Осоки. В Осоки пересядем в последний раз и уже через пару часов тогда будем керосиме. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подъезжаем к Нагое. Как можно видеть, погода полностью расчистилась, погода улучшилась. Посмотрим, будет ли нас такая же погода ждать и в Хиросиме. Дима Торзок Пока проезжаем Киото насквозь, но обязательно сюда вернят, что-то попозже. Киото довольно большой город, бывшая столица Японии. Тут очень много храмов сохранилось в древних, вот даже сейчас видно, что только проезжаем. Много зданий, дворцов. В отличие от Токио, Токио-то был полностью разбомблен во время Второмировой бомбардировки. Очень удобная штука, всем советую, кто идет в Японию еще раз. Вот такой вот пас, Japan Rail Pass, позволяет путешествовать бесплатно по всей Японии. И учитывая, что Шинкайсян ходит часто и быстро вовсюда, то крайне удобная штука. Сейчас, когда останавливались здесь, в Киото, зашли несколько европейцев, или американцев, не знаю. В общем, европейского вида людей. И сели впереди, я все ставил на мыслях здесь, когда видишь европейцев, у тебя возникает такое ощущение, как будто бы, как идешь по улице, и кто-то идет такой же куртек у тебя. Как-то даже неудобно. Хочется сказать, убирайтесь из моей Японии. Тут только я, один европеец. Осталось ехать совсем немного до Осаки. Там пересядем. Вот у Хиросима. Население около миллиона ста тысяч. Довольно древний город. В Хиросиме метро нет, но есть довольно удобный транспорт. Трамвайчики. На них мы и доехали. Еще стоит отметить, что здесь даже теплее, чем в Токио, но неудивительно, это же юг. А также то, что европейцев здесь значительно больше попадается на пути. Видимо, одно имя Хиросима уже привлекает людей. А вот и наш отель. Вот там вот. За углом. Будем надеяться, что здесь есть возможность взять велосипед в аренду. Стоимость велосипеда на день составляет примерно 5 долларов. Или 4 евро. Чуть поменьше. А в последнем отеле вы с ним нам давали бесплатно. Может и здесь что-нибудь подобное есть. Отель прямо в центре. Недалеко от всех достопримечательностей, которые в общем-то в основном связаны как раз с аттанной бомбардировкой. Нам достался очень козырный номер. Кстати, обратите внимание, как мы с Волком загорели. Офигенно загорели. Особенно вот здесь вот видно по ватерлинии. Где кончается загар и начинается белое тело. Где наше окно выходит не на стену. Да, у нас здесь отличный вид. Причем этот вид ровно на центр Хиросимы, который был разбомблен. Вот там вот парк мира. Сейчас я пойдем поснимаю, естественно, поближе. Вот там дальше, но отсюда, наверное, не видно. Здесь все мелко, довольно-таки на камере. Будет дом, который был раньше центральный. Что-то, типа ратуши, что ли. Вот, его оставили нетронутым. И наоборот, даже еще сделали подсветку ему ночью, чтобы он всегда напоминал о той трагедии, которая случилась. Это центр Хиросимы. Сейчас... Сколько сейчас времени? 14.15. Еще весь день впереди. Сегодня у нас в планах походить по атомным достопримечательностям. Потом зайти в храм. А завтра поехать куда-нибудь уже за город. Ну и, естественно, зайти куда-нибудь покушать. И об этом мы вам обязательно расскажем и покажем. Стоит рассказать про японские туалеты. Точнее, совсем японские туалеты традиционные. Они больше похожи на туалет типа сортир. Это такая дырка в полу. Там немножечко обрамлено это все фарфором. В общем, сидеть там нужно на корточках. А вот это вот те самые туалеты, про которые так много везде всего написано и снято. Это туалет, в котором можно пускать фонтанчики. Также он может подогреваться, здесь регулировать силу напора. Но это еще не самый продвинутый туалет. Бывает гораздо более продвинутый, где еще можно исключать радио, выбирать из нескольких каналов, там включать. Здесь подогрева нет, но вообще он бывает часто, что есть. В общем, будет пользоваться полным спектром услуг и наслаждений. Номерок у нас такой небольшой. Кровать одна, но мы на ней разместимся. У нас есть экстра одеяло, еще одно. Так что все очень здорово. Волков уже пошел фотать, так как вид позволяет. Мы сейчас у входа в мемориальный парк мира, который находится недалеко от эпицентра взрыва атомной бомбы. Бомба взорвалась 6 августа, насколько я помню, 45-го года. Одна была бомба скинута на Хиросиму, вторая по ошибке на Нагасаки, поскольку была плотная облачность, должна была пасть на другой город. Это была единственная за всю историю человечества атомная бомбардировка. В военных целях.